Глава седьмая. Стьюбинеру не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что Глэндон намерен продлить матч, но, несмотря на все попытки, ему не удалось получить и намека на предполагаемое число раундов. Как бы там ни было, он не стал терять времени и вошел в новое соглашение с Нэтом Пауэрсом и его импресарио. За Пауэрсом стояла верная ему партия, и нельзя было лишать добычи, ставящей на него синдикат. В вечер матча Мот Сэнкстер оказалась виновной в самом дерзком нарушении правил приличия в своей жизни. Но ее поступок никогда не обнаружился, и никто посторонний о нем не узнал. Под покровительством редактора она заняла место на одной из близких к арене скамейки. Мужская шляпа с широкими опущенными полями скрывала ее волосы и лицо, а длинное мужское пальто закрывало ее до пят. В гуще толпы ее никто не замечал, даже репортеры, сидевшие на местах отведенных печати, не узнали ее, хотя и сидели как раз напротив ее места. Предварительные состязания второстепенных боксеров обычно отменялись, и едва она успела занять свое место, как толпа криками и аплодисментами приветствовала появление Нэта Пауэрса. Окруженный секундантами он шел по боковому проходу. Увидя его громоздкую фигуру, она испугалась. Он перескочил через веревки, словно был вдвое легче, чем на самом деле, и улыбнулся на шумные приветствия всего зала. Он не был красив. Его обезображенные уши указывали на его профессию и связанные с нею жестокость и грубость, а его сломанный нос столько раз бывал расплющен, что искусство хирургов не могло больше восстановить его первоначальную форму. Новые приветственные крики возвестили приход Глэндона, и она жадно смотрела на него, пока он перелезал через веревки и шел в свой угол. Но не раньше, чем закончилась скучная церемония заявлений, представлений и вызова, оба противника сбросили свои халаты и остались в костюмах боксеров. Сверху на них лился яркий белый свет электрических ламп. Это требовалось для кинематографических съемок. Глядя на этих противников, столь отличных друг от друга, Мот почувствовала, что Глэндон был продуктом высокой культуры, а первобытным зверем Пауэрс. Оба были характерны. Глэндон изящными очертаниями лица и всего тела, своей мягкостью и массивностью форм, а Пауэрс – грубой асимметричностью тела, густо обросшего волосами. Когда они, став друг против друга, стали для съемки в стойку, взгляд Глэндона, скользя вдоль веревок барьера, случайно остановился на Мот. Хотя он и не подал виду, она по биению своего сердца поняла, что он ее узнал. В следующую минуту прозвучал гонг, и распорядитель закричал «Начинайте!». Матч начался. Это был красивый бой. Не было ни крови, ни ударов, оба были умелыми бойцами. Половина первого раунда прошла во взаимном нащупывании, но Мот волновали и эти ложные выпады и удары перчаткой. Более серьезные схватки дальнейших стадий бокса волновали ее настолько, что редактору приходилось одергивать ее за руку, чтобы напомнить ей, где она находится. Пауэрс боролся легко и правильно, как и полагалось герою полусотни состязаний. И восхищенные сторонники аплодировали каждому умелому выпаду. Все же он не расходовал зря своих сил и лишь иногда делал смелые выпады. Тогда публика с ревом вскакивала с мест, ошибочно воображая, что он побеждает противника. В такой-то момент, когда ее неопытный глаз не заметил серьезной опасности, какой только что избежал Гленден, редактор наклонился к ней со словами «Юный Пэт все равно победит, он счастливчик, и никому не удается победить его, но он побьет Пауэрса не раньше, чем на шестнадцатом раунде». «А может и позже?» – спросила Мок. Она чуть не рассмеялась уверенности своего спутника. Она-то знала лучше их всех число раундов. Пауэрс по своему обыкновению вел непрерывное наступление. И Гленден охотно принимал такой метод борьбы. Он прекрасно защищался и нападал, лишь чтобы поддерживать интерес зрителей. Хотя Пауэрс и знал, что ему по уговору полагается быть побежденным, он слишком давно работал на этом поприще, чтобы не нокаутировать противника, если бы ему представилась эта возможность. Ему приходилось испытать на себе дубль-кросс, чтобы не применять его с серьезным противником. В случае удачи он готов был идти на все, чтобы нокаутировать противника, хотя бы весь синдикат повесился с досады. Благодаря умелой газетной рекламе публика считала, что юный Гленден встретил, наконец, более сильного противника. В глубине души Пауэрс все же сознавал, что на этот раз именно он встретил достойного себе соперника. В обхватах он неоднократно ощущал силу его ударов и знал, что противник непременно сдерживает себя и не дает настоящих полновесных панчей. Что касается Глендена, то не раз в течение этого состязания малейший промах или ошибка в расчете могли подставить его под один из тяжелых, как молот ударов противника, и тогда матч был бы проигран. Но он обладал почти чудесной способностью определять время и расстояние, и его вера в себя не была поколеблена ни одним из предшествующих матчей. Он ни разу еще не был побежден и всегда настолько чувствовал себя хозяином положения, что ему и в голову не приходила мысль о возможности поражения. К концу пятнадцатого раунда оба боксера прекрасно себя чувствовали, хотя Пауэрс и дышал немного тяжелее обычного, и некоторые из сидящих поблизости зрителей держали пари, что он выдохнется. За минуту до того, как должен был прозвучать гонка для шестнадцатого раунда, Стьюбенер, наклонившись к сидевшему в своем углу Глендену, шепнул «Вы его побьете на этом раунде?» Гленден, откинув назад голову, покачал ею и насмешливо расхохотался прямо в лицо взволнованного импресарио. С ударом гонга Гленден к своему удивлению увидел, что Нед Пауэрс словно сорвался с цепи. С первой же секунды это был какой-то вихрь ударов, и Глендену нелегко было избежать серьезных повреждений. Он увертывался, отступал в сторону, но едва ему удавалось дойти до середины арены, как противник новыми выпадами загонял его обратно к веревкам. Несколько раз Пауэрс давал ему полную возможность нанести решительный удар, но Гленден отказывался нанести молниеносный нокаут и вывести противника из строя. Он приберегал его для восемнадцатого раунда. Он за весь матч ни разу не вкладывал в удары всей мощи. Две минуты Пауэрс яростно без передышки бросался на него. Еще минута и раунд окончен, оставящий на боксеров синдикат посрамлен. Но этой минуте не было суждено пройти благополучно. Противники сошлись в центре арены в обхвате, и все шло совершенно нормально, если не считать того, что Пауэрс бесновался вовсю. Гленден вытянул его левой рукой эффектным, но не сильным ударом по лицу. Таких ударов он надавал немало в течение этого матча. Но к своему великому изумлению он почувствовал, как Пауэрс сразу ослабел и осел на пол, словно его подгибающиеся ноги отказывались поддерживать его громоздкое тело. Он тяжело рухнул на пол, перекатился на бок и замерз с закрытыми глазами. Арбитр, наклоняясь к нему, выкрикивал секунды. При слове «девять» Пауэрс встрепенулся, как бы тщетно пытаясь подняться на ноги. «Десять!» и «аут!» — крикнул арбитр. Он схватил руку Глендена и поднял ее высоко вверх, давая ревущей публике знак, что Гленден победил. В первый раз за свою карьеру боксера Гленден был потрясен. Этот удар не был нокаутом. Он мог в этом поручиться своей жизнью. Удар пришелся не по челюсти, а по лицу, и он совершенно определенно знал. И вот противник его выбит, счет закончен, и сцена ложного поражения блестяще проведена. Заключительное падение на пол было верхом мастерства. Для зрителей это был несомненный нокаут, а кинематограф запечатлел все это жульничество. Редактор не ошибся, называя финальный раунд и весь матч сплошным обманом. Гленден через веревки кинул быстрый взгляд на лицо Модсенкстер. Она глядела прямо на него, но ее глаза были холодные и враждебны. Они, казалось, его не узнавали и глядели на него без всякого выражения. Пока он смотрел на нее, она равнодушно отвернулась и сказала что-то своему соседу. Секунданты Пауэрса уносили его в угол, он лежал на руках какой-то расслабленной массой. А секунданты Глендена подходили к Пэту поздравлять и снять с его рук перчатки. Но Стьюбинер опередил их. Его лицо сияло, и схватив правую перчатку Глендена обеими руками, он скричал «Молодец, Пэт, я знал, что вы это сделаете!» Гленден выдернул свою руку из его рук и в первый раз за все проведенные вместе годы импресарио услышал от него брань. «Убирайтесь к черту!» крикнул он, поворачиваясь к секундантам и протянув им руки, подождал, чтобы они сняли перчатки. Молодец! «Убирайтесь к черту!»